Компания Visa, управляющая глобальной платёжной системой, особое внимание в своей деятельности уделяет нуждам малого и среднего бизнеса. Наряду с проектами, предоставляющими потребителям, коммерческим организациям, банкам и государственным учреждениям возможность осуществлять электронные платежи, компанией создаются платформы для поддержки малого и среднего бизнеса. Что не является удивительным, ведь именно малый и средний бизнес являются основой экономики. И, конечно же, для Азербайджана развитие малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений стратегии развития государства. И в том числе поддержка малого бизнеса для перехода оплат в безналичную форму, что позволяет малому бизнесу использовать кредитные линии, активно использовать цифровые инструменты оплаты. А государство это, конечно же, позволяет наращивать, усиливать прозрачность экономики. И вот в этом контексте хотел бы отметить, что в целом компания Visa и глобально, и локально очень сильно фокусируется на поддержке малого бизнеса. Учитывая уязвимость малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса, Visa проводит в Азербайджане различного рода компаний для поддержки данного сектора. Одна из них – маркетинговая акция под названием «Поддержи своих», направленная на информирование держателей карт, о желательности по возможности совершать покупки в торговых точках, относящихся к малому бизнесу. Кроме того, в период локдауна предпринимателям была предоставлена возможность воспользоваться преимуществом электронной коммерции. То есть возможность для них также продавать дистанционно. И это было, конечно, критически важно в периоды локдауна, когда люди находились дома и, по сути, не могли ходить в магазины. И поэтому мы в партнерстве с банками создавали условия, в которых малые компании, во-первых, могли подключаться к цифровой торговле на сайтах электронной коммерции, а во-вторых, вплоть до того, что с банками мы помогали наладить логистику, например, для того, чтобы осуществлялась доставка этих товаров. Проделанная компанией Visa в этом направлении работа не могла остаться без внимания представителей данного сектора, о чем свидетельствуют многочисленные отзывы руководителей малых и средних предприятий. Именно благодаря тому, что держатели карт Visa из промо-акций компании узнавали о возможности поддержать малый и средний бизнес, данные предприятия смогли не просто сохранить, но и увеличить продажи. Отдельным направлением, конечно же, я вижу здесь поддержку малого бизнеса, в котором работают женщины. Потому что в Азербайджане, как и в многих странах нашего региона, женщина, конечно же, всегда была и будет оставаться основой семьи. Это большие семьи, которые, конечно, нуждаются в том, чтобы мама, жена была рядом и вела дом. И поэтому мы понимаем, как сложно женщинам решиться на свой бизнес. Выделить время, необходимое на то, чтобы заниматься работой, при этом уделяя внимание семье. Но и в этом вопросе компания Visa нашла решение. Проект под названием She's Next. Что в переводе означает, она следующая. Созданный Visa объединил сотни женщин-предпринимательств в Азербайджане. Предоставил им необходимую информацию, ресурсы и инструменты. Но и это не все. Мотивация и вдохновение. Вот, что еще подарила компания Visa представительницам прекрасного пола. Так, в партнерстве с WoW Women, организацией WoW Women в Азербайджане, мы провели серию вебинаров, в рамках которых признанные эксперты в различных областях делились с предпринимательницами опытом, знаниями, очень практических вещей. Например, как определить нишу на рынке, куда легче условно войти с новым бизнесом. Или как составить бизнес-план для того, чтобы обратиться в банк за кредитом. Как управлять в кризис. Как совмещать работу и семью. О принципах лидерства. О том, как управлять командами. Тем не менее, определенные барьеры и препятствия для женщин в деле создания своего бизнеса имеются. Один из главных факторов – неуверенность в себе и страх перед неудачей – кроется в самих женщинах. Visa нашла решение и этой проблемой. Мы с партнерством с журналом Наргиз провели серию вдохновляющих интервью, историй, в которых женщины уже признанные лидеры, успешные женщины-предприниматели, женщины-руководители крупных корпораций. Делились тем, как они прошли этот путь, что было сложным для них, как они преодолевали эти сложности, эти трудности. Рассказывали о том, что им помогало двигаться дальше. С точки зрения владежной индустрии, трансформация экономики Азербайджана в цифровую поддерживается такими направлениями, как развитие бесконтактных платежей. Для представителей малого и среднего бизнеса компания Visa предложила инновационное решение – технологию Taptofon, позволяющую превратить мобильный телефон на базе Android в посттерминал.